Добрый день, уважаемые подписчики Хара Крипта! Здоровья вам и благополучия во всём от Хара Крипта! Я начинаю с сегодняшнего числа цикл серии по лаунчпадам в крипте. Ранее я рассказывал один из лаунчпадов. Сейчас продолжу, буду рассказывать все лаунчпады, которые я самим пользуюсь, где получаю прибыль. Так что ждите дальнейшей информации. Сегодня у меня будет про полкастартер, я рассказываю про один из основных лаунчпадов сильных. В следующих сериях будет про Daummaker, про GameFi и другие, другие, другие. И я расскажу прибыльно, неприбыльно, всё это дело. Сегодня полкастартер. Один из самых, можно сказать, топовых лаунчпадов, которых очень-очень много через него прошло стартапов. Обратите внимание, здесь я вам показываю Крипторэнк. Все ссылки будут под описанием. На этом сайте мы видим рейтинг всех лаунчпадов. Здесь что мы можем увидеть? Например, что вот здесь по количеству проектов, сколько было поднято всего на рынке. Капитализация лаунчпадов. Вот видим, что полкастартер на первом месте по капитализации. Ну и количество проектов было огромное количество. Тут 79, тут 63. Поднято сколько? 17 миллионов, 18 по проектам. И тут показывается текущий роя и АТХ роя. Текущий роя, это значит, были ли определенные стартапы через эту платформу запущены. И соответствующая цена после запуска, какая идет от цены пресейла. И в среднем тут ведется статистика. Вот, например, попалка стартеру 8,5х. АТХ, это максимальная, максимальная АТХ. Самая высокая цена была по проектам средним. Видим, что попалка стартеру 39,5х, например, по DAO 37. Но при этом у DAO мейкера 13,5х Карен Троя, а попалка стартеру 8. Если вы тут нажмете, например, Карен Троя, отфильтруете, то мы можем увидеть, что, например, есть проекты, да, такие лаунж-пады, где эфир-патрон-пад, да, здесь количество проектов малое, но при этом, смотрите, да, какой Карен Троя высокий. И на самом деле, тоже большой вопрос, да, мы можем направить все усилия, интересы на вот эти Карен Троя, большой процент, ну, извините меня, если количество проектов это было всего лишь столько. Это там держать огромную котлету надо, да, вот, холдить токен обязательно лаунж-пада, чтобы при этом получить по всего подобным проектам 300. То есть, в среднем, на длинной дистанции, конечно, лучше там держать котлету и участвовать в тех лаунж-падах, где, соответственно, количество проектов много все-таки. Вот, например, как на том же полка стартере или на DAO мейкер. Вот, так что, вот, в среднем, такая, такой идет на рынке расклад. Здесь, между прочим, да, надо, смотрите, учитывать еще, что вы, да, котлетите, вы получаете прибыль от проектов, там лотерейки идут, разные механизмы, но при этом еще идет разница в цене курса. Вы можете купить, купить на хаях лаунж-пад, вот, и при этом, соответственно, да, получать прибыль, но при этом цена токена лаунж-пада упадет. И тогда по итогу вы получите убыток. Вот, поэтому тут надо сразу множество факторов учитывать, множество. Сегодня, сегодня я хотел рассказать про полка стартер, про основной, топовый, топовый лаунж-пад. Давайте заходим на основную страницу, расскажу, какие тут у нас механизмы есть, как участвовать, как принять участие, соответственно, какая тут лотерейка, что нужно сделать. Полка стартер. Идет антиботовая система. Давайте мы эту антиботовую систему пройдем. Автобус. Дальше. Автобус, автобус, автобус. Дальше. И заходим на платформы. Полка стартер. Сейчас работает на трех платформах. На трех блокчейнах. Эфир, Бинанс и Полигон. Давайте эту я удалю. Бывает такое, что страницы не существуют, поэтому вот это убираем и заходим сюда. Вот я, например, через Бинанс сеть зашел. Вот основная сеточка. Вот. И здесь показываются текущие проекты, исходящие. Какие будут. Проекты будут Дозе и Легенд. Вот. Соответственно, вайтлист на Легенд уже закрыт. Вайтлист на Дозе еще открыт. Так. А вот это все проекты, которые были предыдущие у нас. Если мы с вами зайдем вот в этот дашборд. Дашборд это основной рабочий стол. Что мы тут увидим? Так. Здесь показывается количество силы Полс Пауэрс. Вот. получается необходимо прежде чем начать участие в принять участие в проектах в запуске необходимо иметь от 250 полсов. 251 полс у нас на текущем рынке стоит 3 доллара. Вот. Вот она цена. В Кунгеке я все ссылки оставлю под описанием. 3 доллара. Этот полс можно купить на трех разных блокчейнах. Соответственно, на том же через Эфир на AnySwap основной биржей либо через PancakeSwap через Binance либо через Polygon. Либо покупайте на бирже. Но все равно обязательно если купите на Gate, на Binance эти полс нужно будет вывести себе на кошелек. Так вот. Чтобы начать быть eligible то есть начать уже принимать участие во всех стартапах IDO необходимо иметь как минимум 250 полсов на кошельке. Но этого недостаточно. иметь 250 полсов еще есть два способа рассказывать. Два способа чтобы быть eligible. Один из способов это застейкать. Вот здесь есть функциональность такая. Я зашел через Binance сеть. Metamask подключил. Вот видите тут Binance через Binance подключаю. у меня видите тут пол сейчас ноль стоит. Ноль. Вот. То есть я еще не eligible. И один из способов это зайти например через Metamask вот тот же Binance сеть купить. Вот я например купил 3000 полсов в Binance сети. И вот здесь необходимо их застейкать. Застейкать и как только вы отправите то у вас вот здесь появится сила. Сила на 3000 полсов например. Там покажу позднее что это значит. Это один из способов. И при этом обратите внимание если вы застейкаете то потом раз стейкнуть вот здесь Unstake вы сможете только через 7 дней. Да вы сможете сразу немедленно попасть white list начать white list но зарегаться получить полс powers вы можете сразу немедленно. То есть это один из способов. Второй способ есть альтернатива как быть eligible. Это не стейкать и при этом быть заблокированными вот эти 3000 полсов на 7 дней на этой платформе. Вы понимаете что вы не сможете их вывести 7 дней. Второй способ просто на кошельке иметь эти 3000 полсов но при этом надо держать их 7 дней просто на своем кошельке. Холдить просто 7 дней. Там снэпшот проводится в 9-10 утра и при этом ваши полсы находятся на вашем кошельке. Вы можете делать с ними в течение дня что угодно. Хоть продать в других токенах вести но при этом в 9-10 утра надо опять вернуться к своему кошельку и купить полсы. Вот. Это вот второй способ это более гибкий кто не хочет стейкать боится что вот сейчас за стейкнет и за 7 дней что-то случится на рынке все упадет а полсы вы продать не сможете потому что они находятся в стейке. А да но при этом во втором способе необходимо держать как минимум 7 дней чтобы быть eligible. Вот. Да вот смотрите вот что написано вот смотрите что я сделаю сейчас я вот эти 3000 возьму и за стейкую чтобы быть сразу здесь авторизованным вот здесь у меня чтобы было 3000 полсов вот авториза нажимаю потратить ваши полсы да разрешаю этой платформе потратить мои полсы это нормальная практика а мы даем разрешение тем как застейкать раз нажали и потом соответственно стейк 3000 тут один момент такой да еще раз что вот кто не знает вы стейкайте это значит что у вас полсы уже не на вашем да еще раз кошельки не на вашем вот эти полсы находятся уже по сути дела у платформы у платформы поэтому здесь очень важно иметь аудиты чтобы вот все взолоченные ваши полсы в смарт-контрактах отвечали требованиям аудита что их не взломают вот как в дау-мейкер это произошло там получается просто стырили токены дау-мейкер вот мы там за стейкинами держали вот была большая история вот с этим с хаками вот поэтому видите тут и дается вам две альтернативы либо вы стейкайте доверяете платформе вот или второй вариант вы не доверяете им держите у себя но при этом все равно надо вот где-то как минимум 7 дней продержаться и холдить эти токены так вот я застейкал так соответственно здесь получается у нас видите total pulse power пока 0 вот да видите тут подсказка есть что последний апдейт был 4 часа тому назад соответственно апдейт вот как произойдет и здесь будет я смогу соответственно здесь уже участвовать да если вот здесь будет обновлено это потом чтобы андстейкнуть надо вот здесь андстейк нажать вот здесь выбрать и андстейк сделать но сейчас я не могу это сделать потому что видите тут время должно пройти до 29 октября да как я сказал чтобы через 7 дней только могу я андстейкнуть вот тут есть такой маленький нюансик обратите внимание что если вы застейкаете и потом хотите еще довести да свои суммы то стейк будет продлеваться от последнего вашего лока от последнего то есть вы застейкали 2000 потом еще 1000 закинули через 3 дня и вот только вот этот стейк начнется заново этот счетчик от последнего вашего стейкинга вот так что вот такой момент учитывайте это тоже так дальше дальше что касается вообще что эти полсы дают что это значит какие шансы они вам дают я вам рассказываю вот я вот нажал сюда да вот Leonmore вот чтобы потом в будущем вы если что забудьте нажали сюда и вот здесь рассказывается про тиры что у нас тут указано получается что если вы держите 250 полсов то вы будете иметь один тикет всего лишь да в лотерее потому что каждый проект вы понимаете там желающих в этом топом проекте огромное количество огромное количество и поэтому там десятками тысяч желающих участвовать в определенных проектах и чем больше холдите полсов то тем больше шансов вероятности получения выигрышной локации вот и здесь получается что 250 полсов один тикет если держите тысячи полсов то у вас соответственно будет 5 тикетов и при этом еще коэффициент добавочный 1.1 при 3000 1.15 уже дополнительный коэффициент то есть вы будете получается иметь уже здесь не 4 умножить не 12 билетиков а 12 умножить на 15 и так далее или вот например вот 10 тысяч полсов уже с коэффициентом 1.2 на самом деле здесь лучше есть табличка вот вот здесь она внизу между прочим потому что там непонятные билетики вот здесь расписана вероятность получения вами билетика вами выигрышной локации вот например я на одном из кошельков держу там больше 10 тысяч полсов и действительно вот здесь 73% вероятности вы получите выигрышную локацию я подтверждаю да действительно где-то 73% вот я получал локации при 3 3000 полсов держа вы будете иметь вероятность 32% вот так что как-то так обязательно смотрите интересно что тут колдаун введен система охлаждения то есть если вы выиграли локации то обязательно в следующих вы пропускаете вот не сможете выиграть потому что ну не постоянно же вам будут вести выигрывать поэтому включается колдаун кроме случая когда вот 30 тысяч полсов вы всегда будете стабильно выигрывать но 30 тысяч полсов на текущий момент если умножить на 3 вы понимаете да это надо значит иметь на кошельке 100 тысяч долларов чтобы стабильно 100% получать локации да если конечно токен будет расти то это несомненно вот несомненно лучше все-таки участвовать и держать вот здесь котлету и получать реальные прибыли вот просто я знаю некоторых ребят которые у которых есть котлеты вот тоже большие большие котлеты они да ну участвую в этих лаунчпадах у меня и так много дохера денег до жопы денег я лучше буду фармить вот соответственно там эти 100 тысяч 200 тысяч там 500 тысяч занесли какую-то какую-то формилку там спокойно и фармят потихонечку вот ну здесь вы можете получить намного больше если при условии что зайти найти хорошую точку входа в цену токена лаунчпада ну реально тут можно заработать больше больше намного но тут нужны действия да да так нужно отслеживать проекты тут надо вайт лист заходить регистрироваться вот заносить в аллокацию еще котлетку вот да здесь конечно придется попотеть а не то что там закинул фарминг и забыл там на время на самом деле в крипте все равно и даже так не работает вот ну не работает так что забыл и закинул и забыл там на полгода это не это не для крипты вот в том же например панкек своп вот панкек своп это огромная свапалка вот там стабильные проценты уже от 20 до 40 процентов можно да фармить было ключевое ядро бинанс сети ну и что вы думаете там типа ребята закинули фарминг и забыли да нет так не получается потому что там соответственно вы закинули потом появилась вторая версия это через 2-3 месяца обязательно было зайти вывести с версии 1 закинуть версию 2 вот и так далее потому что версия 1 уже там не фармилась и так далее то есть это апдейт вот этих смарт-контрактов какие-то вещи новые появляются все-таки это серьезная такая но отрасль еще не стопроцентная вот это отрасль постоянно какие-то обновления тем более по безопасности вы понимаете что деньги принадлежат вам у вас только приватные ключи в этом случае только вы отвечаете за это и поэтому здесь с каждым разом все усиливаются какие-то меры безопасности тут хакеры все больше ищут какие-то способы так что тут это не для крипты что забыл закинул забыл как в банке нет тут как минимум каждые 2 недели нужно в проекте отслеживать что происходит так давайте возвращаемся в наш полка стартер здесь что у нас еще я хочу показать вам проекты в которых о хорошо вот смотрите видите получается здесь обновилось у меня 3000 полсов теперь я имею зайдем в projects вот где-то тут была прямо табличка табличка такая хорошая вот вот она замечательная которая показывает последние какие иксы иксы получали на проектах да вот видим wonder hero вот получается здесь 14x была блокчейн monster hunt 27x на атх стрипс 3x 365 процентов да и так далее то есть в любом случае вы видите получаем иксы я лично на одном из кошельков да участвовал участвовал в проектах получается из 6 в 4 зашел и все были они прибыльные вот тот же орион мани ну это орион мани просто хорошая штука вот я в нее попал там соответственно видите 47x 47x там единственное что конечно бестинг был но тем не менее 47 это 47x иксы есть иксы дальше что важно что важно давайте пройдем white list вот сейчас я застейкал получается я могу пройти white list вот тут white list open открыт давайте в него зайдем как проходится white list то есть вы первый момент что вы одним из двумя способов полосы закинули в систему теперь вы стали eligible вот eligible вы можете участвовать но это не все второе вторая вещь это нужно это принять участие в white list проектов обязательно автоматически у вас ничего не будет тут типа само автоматически у вас лестница не это не здесь нажимаете apply now вот то есть заходим вот в этот проект вот например дозе да это дозе будет своя метавселенная с фитнесом связаны гемифай move to earn двигаться чтобы зарабатывать для интереса конечно можете изучать вот но на самом деле там не требуется там какого-то детального изучения то же самое что в принципе здесь как coin list это no brain инвестиция если вы попадете заходите не думая не думая на бычьем рынке тут думать не надо просто главное попасть и все это главное главное условие вот соответственно вот здесь в дозе вот зашли да white list что тут нужно указать нужно указать full name email адрес ваш вот twitter на котором вы будете подписываться да вот и нужно необходимо вот здесь все все вот вот эти на эти все вещи подписаться вот например давайте я здесь подпишусь вот такой twitter например и вот здесь подписывайтесь и потом нажимаете этот нажимаете didit вот например да follow вот 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 здесь у меня это один из twitter так один из twitter вот этот мой давайте мы его вот этот применил его да подписался i didit дальше ретвит необходимо сделать ну хорошо вот здесь можно эту ссылочку поставить заходим сюда и делаем ретвит лайк ретвит да да ретвит ретвит в twitter кто еще не знает как это делать для новичков просто ретвит i didit так подписаться на join это видимо один из руководителей ну давайте подпишемся и на него мне не сложно а тут уже смотрите тут уже телеграм да вот тут твиты а вот здесь уже телеграм каналы я не буду сейчас врубать сейчас как пойдет эти телеги сообщения только будут вас отвлекать вот там подпишусь did did я не рекомендую сразу говорю не рекомендую вот сделать и при этом не подписаться вот лучше сделайте вот подпишитесь сначала а потом нажмите нажмите галочку чтобы все это сделать а то потом выйдет так что вот это галочки проставили и все и обязательно да здесь номер кошелька ваш имя и адрес адрес тоже обязательно на который будет присылаться верификация обязательно по каждому проекту будет проходить верификация вот поэтому надо обязательно правильную корректную почту указывать вот и вот здесь недавно только ввели что небольшой нужно квиз пройти вот как квиз проходить вот здесь обаут дозе здесь прошу до слона рано и сбил тонн энджайн какой популярной игры то есть вот это на самом деле это одна из контор вот здесь на самом деле вот если сюда зайти здесь информация в принципе есть вот если вот ниже посмотрим вот где-то мы прямо эту информацию сможем достать так сейчас давайте давайте смотреть дозе токен 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 фитнес кара смерть вот и вот смотрим глазами просто пробегаемся и видим что вот даст ланд рано разрабатывалось является одним из топов успешных вот этих игр зомби и ран вот то есть вот эти игры были наиболее успешные вот от от этих ребят нашли ответ вот и здесь тогда ставим вот эту галочку дальше какой total supply doze токен просматриваем здесь total supply есть тут total supply давайте token sale вот здесь зайдем токен метрика обычно здесь указано и видим что токен distribution tba 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 ничего не указано ну окей здесь что у нас указано так 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 50 тысяч нам нужно найти сейчас видите как общий supply общее предложение дозы токенов ищем ищем у вас есть два варианта конечно либо быстренько саму найти ответ либо зайти в hara crypto чат к нам ребятам если вы еще не подписаны туда подписывайтесь в hara crypto основной канал и hara crypto чат где основные обсуждения идут гемы 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 только там какие гемы только мы не находим там вот так и соответственно либо вот вот сюда давайте white paper можно зайти вот и здесь найти информацию white paper так скорее всего тут так 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 прошерстим прошерстим вот тут есть закладочки и где-то тут должна быть экономика вот dozer roadmap кстати между прочим вот этот white лист так 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 вот вот смотрите total location вот tokenomics о и нашли тут информацию вот видите 5 миллиардов долларов все нашли эту информацию указываем не 5 миллионов аккуратнее а 5 миллиардов 5 миллиардов вот видите я вас учу еще как искать эту информацию причем это на самом деле быстро все делается ну вот тут буквально раз раз тут прошерстили и все и следующее следующий там вопрос у нас dozer документ токен так извлекается из какого имени то есть вот это dozer каким образом вот это имя вот этот токен само имя получилось да вот и какие варианты есть давайте искать и этот этот вопрос так 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 можем например с хитростью поступить вот видите например какой-нибудь вот этот найти вот этот скопировать этот или этот и быстренько прошерстить по странице есть тут ответ нету ответа ну ладно давайте в токеномике поищем вот здесь вайт-листе так что-то нашли да а ну вот смотрите мы вайт-листе вайт-пепперы то есть да нашли спокойно как имя получается доза это вот акроним четырех химических элементов допамин оксидон серотонин эндорфин за ши бись нажимаем вот эту галочку все мы ответы быстренько вот в течение пяти минут нашли указываем страну россия галочки галочки ставим я робот из admit application все вот это white list мы сделали дальше дальше я не буду нажимать здесь не хочу соответственно имя указывать и так далее потом я это укажу сам дальше следующее что происходит в определенных числах да в определенных числах закрывается white list закрывается white list заканчивается вот например здесь white list закрыт вот и происходит лотерея лотерея вот там определенные даты вот есть здесь так здесь тоже а вот смотрите sale start time вот по этой игрушке например 28 октября в 3 часа да начинается sale до этого до этого вот здесь у вас будет отображено в проектах в самих вот вашем дэшборде по сути дела будет отображено так вот здесь пока applications не написано давайте в другом кошельке вам покажу быстренько как это происходит все вот так 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 сейчас сейчас дашборд например вот дашборд вот видите ваши аппликации вот здесь показаны и здесь показано что где white list где вы делали white list applied да где у вас не повезло unlucky будет вот и соответственно вот да смотрите статус applied значит вы подали на white list но если вы white list вот можно сюда через эту платформу зайти и увидеть что тут у вас идет white list значит все у вас в порядке но и при этом они обязательно дублируют да перед сейлом лучше это делать за 2-3 дня они отсылают вам на почту которую да вы регистрировали пройти регистрацию через синас вот вы проходите через синас один раз достаточно пройти на самом деле потом последующие разы у вас киоси уже будет там заложен вот и соответственно потом будет нужно будет все равно нажимать и просто там галочки подтверждать что да да киоси пройден вот если написано white list или вам пришло на почту что вам свезло все вы white list выяснили дальше что нужно сделать получается там объявляется вот вот здесь да на том же легенду фантази о 28 октября в час дня это в час дня по по июнях это 4 часа по москве будет сейл проводиться вот то есть третий момент вы поняли киоси обязательно и посмотреть что у вас есть и четвертый как раз момент это сам сейл тоже очень важный момент здесь не так что вам дается целые сутки или целый час на то чтобы там раскорячиться что-то отправить вот здесь это не так вам вам буквально буквально дается там несколько минут там и получается режим first come first service кто первый зашел у того этап для аватлистнутых то есть вы поймите что из тех кто зарегистрировался из тех кто зарегистрировался проводилась лотерея да вот по количеству ползов отобрали и вот среди этих уже отобравших среди них тоже идет получается некий режим кто первый занесет вот котлету аллокацию в проект получается там что на самом деле там не так уж что какие-то боты занесут нет здесь нет такого можно спокойно занести там в течение 3-5 минут но если забудете или что-то этот вообще не готовы к этому то да вы мимо вы у вас будет все мимо и получается что вот здесь смотрите смотрите вот вы заходите в проект обязательно перед вайт листом и вот здесь видите указано вот тут указано либо значок BNB Binance сети либо значок эфира то есть в какой сети происходит локация вот здесь эти селлы будут проводиться в Binance сети вы должны подготовить BNB вот зайти в сеть BNB подготовить BNB вот сюда нажать и вот здесь быть готовым вот 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 здесь да в 4 часа там когда села будет вот здесь появится кнопка Join Pull Join Pull нажимаете эту кнопку Join Pull когда надо обязательно обновить средства на самом деле она автоматически обновится у вас в 4 часа обновится BNB у вас уже готовы и тут появится строчка там формочка окно где необходимо нажать кнопочку Agri что вы согласны со всеми условиями Agri и потом нажимаете кнопку Max максимальное количество вы заносите BNB обычно локации тут идут от 300 до 500 баксов от 300 до 500 баксов да действительно можно занести Max добавили и нажимаете кнопочку вот соответственно в Binance сети можете просто нажать Metamask отправить и быстренько отправить все но если этот сейл проводится через эфир через эфир там лучше все-таки я рекомендую добавить газку то есть стандарт например цена сейчас гвей в сети где-то 70 гвей добавьте все-таки там 100 200 гвей не пожалейте комиссии но все-таки надежно быстренько отправить вот это все-таки перспективы получите 10x то есть получите если 500 баксов это перспективы как минимум 5000 баксов а вы там на комиссии пожалели комиссию в 100-200 баксов чтобы раньше оказаться ну ребята вы соотносите что там 100 баксов пожалели на комиссию и в итоге этот 5000 баксов не заработали ну это реально так я просто знаю что там некоторые да ну там комиссию ну хорошо ну не заносите тогда вот ждите эту транзакцию которая 50 гвей в сети например с 50 гвей и заносите ну и ждите там через 5 минут у вас соответственно этот транзакция будет отложена отложена все занесли успели вы не занесли и все полностью все sold out закрыт сел зашибись вы просто просрали момент этот вот поэтому в эфире добавляйте газку дополнительно локацию выиграли у вас вы уже повезло и вам при этом еще дается шанс реально там в течение 2-3 минут спокойно занести вот я ни разу не было такого чтобы я не смог занести но я понимаю что это надо сделать в течение этих после 4 часов в течение 5 там 3-5 минут обязательно потом sold out пройдет это для тех кто кто-то новый или кто-то не понимает что они могут просрать вот так что вот это четвертый момент что здесь first come first service что тут надо заносить вот как основной принцип как в полка стартере принимать участие что еще хотел бы я рассказать про полка стартер почему я в первую очередь рассказываю про эту платформу во-первых что они недавно платформу обновили и мы видим что действительно тут три сети сейчас на полигоне еще ни разу не было села не проводилось но платформа выглядит новой свежей да и соответственно типа ли она топовые вот фонды они выкатили обновление соответствующее в четвертом квартале была у меня статейчка вот это как принять участие вот вот у них статейчка что ждет нас в четвертом квартале если мы условимся с вами что биткоин не будет падать будет флотить или расти то у нас хорошие условия хотя бы не бычьего слыка но флета в этом условии мы принимаем если за аксиому и вы принимаете за аксиому что пока стартер не будет падать так сильно да то соответственно это дело будет прибыльное вот участие принимать здесь тогда и при этом еще дополнительная есть мотивация четвертом октале обратите внимание почему я тот же полка стартере участвую выбираю что здесь в последующем будут проводиться NFT дропы NFT фарминг вот насчет NFT дропов и селл вы поймите что сейчас на рынке NFT дропов полный хаос ну реально полный хаос каждый проект даже достойный проект соответственно проводит селл на своем сайте с кнопочкой mint вот делает как-то по-своему все делает обязательно сайт лагает если сервера там не закупили обязательно там все это в каком-то кошмарном виде там газовая война происходит люди нервничают какая-то своя система лотерейки и так далее поощрение это все вот в разном хаотичном виде эти NFT дропы проходят и вот как раз не хватает сейчас площадок стандартизированных которые собственно этим и занимаются собственно да этим и занимаются у них функция это продажи мы же что делаем они продают сортапы токены то же самое что и с NFT у них на них по идее возложена должна быть обязанность проводить эти сейлы вы поймите что у стартапов вот у этих кто даже дропы эти проводят NFT дропы да получения это не их обязанность они не должны думать вообще как там проводить что делать да отдайте эту обязанность как раз вот этим латчпадом и вот они сейчас этим и будут заниматься отдайте эти обязанности ответственность за них эти латчпады эти проведют нормально цивилизованно как надо вот даже не обязательно с холодом они же еще эти латчпады они же вовлекают народ кто то есть вовлекается в проект вот те они соответственно тоже вайт лист берут вот то есть у них это функция вот и это превратится в реально нормально цивилизованный рынок NFT дропов вот что и собственно говоря полка стартера запускает эти NFT дропы поэтому это будет жара если они полностью возьмут на себя даже достойные проекты я считаю достойные проекты NFT дропов должны проходиться через латчпады это их обязанность они соответственно должны рисунками заниматься должны там роудмапом своим проектом заниматься а не каким-то своим селом вот первый момент это очень важная хорошая мотивация дальше NFT фарминг предполагается что NFT если получать потом можно и фармить через эту платформу это зашибись дальше смотрим many more features они в четвертом квартале полка стартер собирается также поддерживать смотрите мультичейн кусама салана аваланч что вам еще надо кусама салана аваланч то есть это еще одни блокчейны мощные еще одни блокчейны мощные так и самое важное из этих на самом деле я подчеркиваю это вот кусамка кусамка я еще не знаю лаунчпадов на кусаме я не знаю вы знаете я не знаю вот если полка стартер выйдет первым у него же название полка стартер не забывайте первым выйдет на кусами вот и соответственно дальше на полка доте вот это будет один из основных конкурентных моментов решающих моментов лаунчпадов вот у полка стартера потому что сейчас кусами что происходит сейчас там происходит в основном розыгрыш аукционов на розыгрыш аукционов слотов парачейнов да сейчас парачейн это выигрывает но вы поймите что там будет 50 или 100 парачейнов кусами потом все а проектов то на самом деле куча будет проектов куча которые хотят запуститься на той же кусами только один момент вы поймите что такое парачейн парачейн это то есть по сути дела слот где со своими функциями будет блокчейн да у нас есть нулевой стержень это кусама L0 лейер 0 и вот лейер 1 вот эти парачейны блокчейны соответственно которые будут привязываться к основной цепочке к основной стержню вот у них будет там свое государство все рода свои функции фишки и на этих же блокчейнах потом можно подвязывать парачейн пара нити уже это дополнительные те же функции там но свои какие-то особенности либо сами эти токены можно запускать проектов на этих блокчейнах вот понимаете да то есть по сути дела на самом деле вот как закончатся вот эти все краудлоны все 50 слотов например выиграют или 100 слотов выиграют все дальше соответственно нужно проводить сейлы на кусами самих проектов сейлы там пара нити например или каким-то образом сами проектов там на самом деле куча немерено будет 200 300 еще вот и полкастартер вот тут как тут тут как тут он соответственно будет одним из первых вот есть ксм стартер но вообще не в тему вот название это ксм стартер сам лаунч лаунч будет проходить через эфир ну ну это бред вот то есть это одно название только вот дальше дальше какая еще одна из фишечек полкастартера вышла гейминг 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 полкастартер вот это такая вот так платформа будет вот она гейминг полкастартер которая непосредственно прямо будет отвечать у них за запуск игрушек game to play play to earn соответственно nft дропов по этим игрушкам вот по тем же real underhair kawai вот дополнительные какие-то стартовые паки и так далее вот будут проходить через эту платформу вот то есть вот они ущих направленность будет также на геймификации вот я конечно вот геймификации уже слишком много этих проектов вот жду все-таки что с геймификацией там не так все должно быть радужно ну как большинство проектов должно все-таки вымереть потому что слишком уж много проектов сейчас play to earn ну слишком слишком много вот когда-то это должно прямо закончиться интерес упасть к этой отрасли хотя конечно игровая отрасль она будет будет и дальше развиваться все-таки мы любим играть в игры вот а если еще и зарабатывать на этом вот конечно хайп еще не прошел вот но будет какой-то момент когда уже слишком до жопы можно сказать много будет этих игр что ну просто уже будет баб как только бабушка какая-то по соседнем подъезде будет говорить что я играю и зарабатываю токены ну все надо выходить надо выходить как говорится по заветам по заветам настоящих трейдеров так по полка стартеру вроде все рассказал в чем особенности интерес по полке всю механику рассказал в чем особенности интереса к четвертым рассказал так что берите участвуйте полка стартере но аккуратнее здесь все-таки эта история не для простого народа тут видите какие суммы там 3000 полка полца вот оптимально конечно тут все-таки от 3000 полцев участвовать вот я по крайней мере вижу что 1000 полцев иметь ну есть шанс да победить если из 8 села в принципе вы побеждаете то у вас сразу это окупится ну сразу реально сразу окупится это все дело мероприятия вот то есть смотрите 1000 полцев это значит где-то 3000 полцев 3000 долларов идет то есть держите выигрываете по сути дела 500 долларов локация умножаете на 10 5000 баксов все вы купили по сути дела отбили большую часть но это надо чтобы вот повезти вот везение а так оптимальнее вот все таки там по соотношению мы там изучали этот вопрос там народ еще рассказывал что 3000 полцев это вероятность все таки намного выше да выиграть и точно где-то в двух там трех из десяти можно будет принять участие ну и соответственно отбить котлету вот так что смотрите изучайте ну на сегодня все в следующих циклах про другие лаунчпады подписывайтесь на Харокрипто подписывайтесь на Харокрипто чат подписывайтесь на канал спасибо пока